был такой фильм о резиновый тенок сам был бы украшен американский фильм про для войщиков вот я его смотрел как раз у маме в клубу это 70-х годов фильм то если я был еще так сказать пионерам и реки бренком хуй его знает да ну кроме газ 51 зил 130 зил 157 там ли захаркиз 64 уазиков я ничего не видел в жизни да ты писаешь я увидел кучу хромированных блять красивых машин обалденная блять я так себе внутри сказал мне я когда-нибудь вырасту я куплю себе такую машину вот и в 2007 году значит был у нас интересным уровне такой он уже кстати усопшие поэтому про покойников или хорошо или ничего сделал так что я подумал надо съебывать это крайним во всем буду я но съебать я так быстро не захотел сначала я нашел на аукционе в америке машин договорился что мне тут кредит под эту можно это на эту машину сколько с прицепом миллион восемьсот и все привозят в санкт-петербург приходит фирма машина мне звонит машина пришла и все я сажечь на служебную вас 2113 но папа старом восьмерка и вы друга нам дуем за ночь за и доезжаем до конторы откуда сумики берем машину я первой жизни ездил американской машины в дому то есть ведь ты едешь в дому в своем дому и без дет и блять без прицепта надул у меня и я на светофоре 6 же трогался блять там 10 ступенчатой коробка была но в нем дури 430 лошадей а в самом весу в нем по моему около 8 тонн что любит там 7 что ли с копейками не помню то есть у меня был фред лайнеров ld 120 одноногий ну один вот задние обычно американцы два моста задние было одноногие кабина была как у заправдочной быть американцы тонн сам был заброшен американцев он был время в америке в штате лобама эвакуатором вот это может естественно спиздили холодильник спиздили ведь такую хуйню для эвакуатор там ну конечно тебе же потом ее и продают бери за 1000 долларов что-то хуйня эвакуатором чтобы можно было работать вот еще председает подъезжает под машину поднимается вот я вот ехал меня на 13 друга не мог догнать все когда в полку и блять улетал как самолет но потом купил еще для полную часть американскую телегу риф и вот три года отъездил пока да 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 обязательно и как-то так очень здоровье сложилось а почему здоровье сложилось так получилось что и быстро значит продаю я рено логан был новый совсем год ему только был как вы спрашиваете много машин вверх много даже логан был очистка шалов и ничего просто купил год отъездил и продал его вот три года отъездил потом уже и спина стала болеть и потом понял что блять это как помнишь это ты какие бендер тыгод его шурик спрашивает можно заработать миллион шура миллион больше оба можно заработать большие деньги большие деньги можно только украсть заработать может только геморрой вот я как раз ездив в дальнобой понял что то что еще я хозяин то есть я был хозяин своей машины а вот значит наняты водитель не вообще как к ней людям относятся как будто дни люди близнецов и очень плохо отношения в том числе и государства не ну да и хозяин да и хозяева также относятся не общество общество уважает для бочка все уважают то что честно и попроскали водителей длиннобойщиков вот водитель дальнобойщиков блять думаете там же похуй спал ты не спал блять вот и тебе рассказывать и мне надо было например я гружусь в пятницу я 1 3 5 загрузки на новосибирску ну то есть заездом векте имбург вот я заезжаю там есть такой евразия терминал блять вот я приезжаю им бог то есть я приезжаю вовремя там самый смешной шумен при разгрузка на 8 часов утра в среду то есть опять загрузил смех у тебя в среду разгрузка 8 часов утра тысячу до до это гектербурга 1800 1400 до перми 1800 до екатеринбурга вот ты знаешь приезжаешь эпоху был ураган ветер блять снегопады блять им для пизды блять но те разгрузка 8 утра в среду блять я раз и потому познал буквально полчаса потому что зимой ехал заносы были такие под казанию блять то есть сугробов было блять выше машины блять там чистили такие машины ротор блять эпоху ты говорит там снегопады были катастрофически тег это дам да пизды блять вот ты познал за часовой калашный ряд и даже ты всего время приедешь тебя на при 8 разгрузит а документы тебе дадут блять вечером часов в 17-18 а тебе через полутора суток надо разгружаться еще в этом как его в новосибирске блять а до туда еще 1400 ехать с лишним и всем похуй 3 850 по моему от москвы заедут как раз я влаги внутри 800 пусть царя здесь почти 2000 тысяч на дебану для потому что 685 вот этой дыкатеринбурга до омска потом сомск 635 на 8000 до 3 тысячи семьсот пятьдесят в одну сторону вот и все и плохо какие-то деньги заработали и деньги хорошие зарабатывал посмотрю вот в 2008 кризис он пошел вроде как смотрится на солярку пошли ставки стали снижаться 20 в 18 19 20 вот так зиме 20 вот так вот и как раз по солярку хорошо спросил и фракту мне был значит москва и новосибирск 135 тысяч денег тебе платят за это все по всего да да на солярку ходила плюс-минус 40 тысяч девяносто пять и отставал за потом уже стал ездить стоит 120 тысяч потом сто пятнадцать тысяч потом сто пять тысяч потом не как-то уже говорят давай за 95 поедешь а солярка естественно кверху да ну а там это надо масло поменять 30 проехал масло менять надо масло поменять там опять пятнашка двадцатка будет там все хорошо было потом год отъездил колеса надо было менять на телеге колес поменял там очень все хорошо даже делать не в этом язык месяц я ездил два вещь искал первый и и третья пятница у меня загрузки были подошли сегодня лицо ехать я ездил найти сильно постараться себе с обраткой тоже не с не самый лучший вариант потому что за бесплатно хорошо есть на солярку ходит то есть логичнее ездить было пустому то есть в сибирске загружаешься и пустой и расход маленькие быстро доезжающие успеваешься на третью на третью пятницу до загрузиться я получал два рейса а если с обраткой здесь у тебя получается в месяц один рейс и и по деньгам получается чуть ли не в два раза меньше но опять суть не в этом суть в том что вот я так ездил есть год отъездил значит вот за год и отбил я до 7 до 8 в 2008 заплатили погасил кредит но хуя чем бы дом там и не жил вот то есть помимо вот этих двух загрузок и в промежутках и там выпадает три-четыре дня я раз там диспетчеру позвонишь а вот есть да там всякие деньги ну чем все расплатился потом значит ездил 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 все праздники естественно машине все эти там майские все эти новогодние блять то есть люди гуляют а ты ездишь блять и получается что как вот недавно приезжал лёха хороший мужик такой длиннобойщик вот я вот в этом месяце получил зарплату 95 тысяч только мне заезжать периодически игру еще могут не поверишь а я деньгам не рад потому что я жил в этой ебучей машине то есть он месяц блять дом не был вообще понятно что кто-то там другие длиннобойщик от мы ездим и по три месяца много вот я получил 95 зарплату я не рад деньгам то есть я просто заебался в усмерть вот как по всей пройдя диме что рассказывал который помирал таблет с одной таблетки там еще как спасла просто переутомление и физическое моральные вот и пиздец вот я год отъездил в буду на третий год мне в башку мысль такая приходит так или чем я нет я все же буду жить в этой машине что ли то есть не семей и едей не отдохнуть побуду чего-то я приехал например вот я возвратился с рейсов в пятницу то есть в пятницу во вторник или в среду опять у меня опять грузится ехать много ли опасно но насколько это вообще опасно брить все опасно все что движется все опасно нет но это я не только ты имеешь ввиду хулигана бандиты что ли ну я не бы сейчас все равно же я скажу не отдавать повода до некоторого товарища едут эту смотришь встану поселить дороге но населенный пункт еще 20 километров он стал поспать заходил потом ой блять а утром проснулся а фурта пустая нахуй и опять как так спят мне еще не слышат что у тебя фуру разгружают я не представляю себе бля я не слышал как-то ли ты не слышал нихуя себе а шевелится все равно и затем были сискровых ровну хороший для воздушной системы бля так она вся играет афу блять и пушка кабину я тоже на подушках ну и тигру с кем-то мы недавно разговаривали что не не в деньгах счастья то потому что чем больше денег тебе больше проблем значит меньше здоровья согласен а потом значит и опять же сейчас вернемся к тому что есть перц перст судьбы да там или бог или ангел-хранитель вот я еду один какой-то рейс я еду значит с перми и у меня отнимаются ноги представляешь то есть еду с сибирской меня вот под первым доме кафешечка вот я там пообедал но до этого я помог одному ивановскому шестом ли 7 колес забросить фуру четко там видно щелкнул вот я покушал лег полежать после обеда полчасика думал дальше по спойду ехал домой пустой уже слава богу и вот не отнимаются ноги ты посолеешь а мне еще до ебать лежал я блять ты не слушай я покушал лег полежать чтобы через полчасика ехать дальше уехать вставать а я не могу стать меня ноги не держит их вы такой как на сиденье залез завел блять хорошо в американцы есть там это как он называется круиз-контроль вот я на круизе доехал до дома просто таблеток уедок надо нажрался всяких тайна-то меня ногу ну то есть там же корсин купил блять еще пару рейсов съездил пошел то есть мне мне кто-то слышит хорош нахуй как мест прошу как-то бросил курить я буду боженька по башке уебал моло . чугунным у меня был инсульт я все братишки заканчиваются прикуда надо солярку тебе сдать там все братишки никто не сдает солярку на екатеринбург иду там на луку или никто не за ними я уже там сдал когда ты ломаешься вот за редким исключением еще может быть дагестанцы станут мужики хорошие люди бывало вставали помогали ну как то никто ведь я не знаю почему нет но вот я раза 405 ломался хорошему ломался что одному не сделать но я все-таки при этом делал да никто не стал только но раза встали чё братишки не берешься что ли мне вышли бус добрый ссоры и менял в я в яму захуячился то есть знак не поставили вот ехал ебать а у меня там были флдш на стали рессоры передние полтора листа кто миликации это не знает а я поставил флцшны там два листа канат каких-то назову и амортизаторы другие поставил канатки венок типа как какие-то там назвали канадский не папа больше у меня были тоники американские были вот как амортизаторы поменял его и флцшна поставили ссора под нее под коренной ли смазовскими осталось и хорошего вот и все все братство кончается в раз ехал пацанах дед кунгур или за кунгур я заехал там как от заправка то есть чувак по рации кричит пацаны а мороз ебнул он видимо соляркой заправился дешевенькой уенка солярка была она не стала замерзать да а я был в ночь мороз еще едут улюблечит не индивиде циклон лобовое блять ближе за хуйня и вот этот но послуга и тут мега ищик остановил а я в тапочке такой подбегает и у меня он нет я выберу курточку из теплоты и босиков шлепаться к нему подбегает учет командир могут и ёбнутый я году не за что рядом заправка на ней прямо описано минус 37 лет но на заправке там это хуйня тыси нога давай-ка ты нахуй нахуй его документы будешь нахуй ты документы потом через пять минут не тащить тебя в машину ноги ты играть пиздой отсюда нахуй вот в этот день я ехал там как от заправка там чего критит мужики и бушки есть кого хорошая солярка земля твой блять замерзаю подъезжай там дав стоит с этими с татарскими номерами 16 116 16 не полно пацан молоники лет на 22 дизель работы бы вот вид вот так пух ну уже все умирает он пух пух ягучен антон блять ну хоть литров 40 солярки там 50 бить их ты хоть сто человек но кто-то много у меня там литров 150 что 200 еще есть вот разбавить нормальный блять их дубери хоть 850 до 3 канистром взял 60 литров меня скачал тут сразу одну скачай сразу выливай чтобы хоть там мешаться-то настало блять вот он налил он меня пух 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 и я вы садись машину чайми ну них все там все замерзнуш на хуй одни умирает короче все заправили дачу ты был бы где я уже урву часа два никто не останавливается во первых все это у нас нет нихуя играл на заправке на заправке зиме нету и что тоже фуру всегда стоят блять ждут к сказали утром привезут до утра ты ведь эту бру нахуй вот и все никто не встал а много вообще было всяких историй у вас наверное каждый рейс не не ну во первых не же еврей да старый туловик мне и вот когда лёха борзенко сдал кассет диста записал как я поехал на на чечне я попросил хороших людьми наделали много этих коробок и коров и коробки при 100 карточками можем и коробки с моей автокарточки сделаю вот игра естественно коробка то есть уже и диск есть штук 100 на сделал копии и от меня гаищник останавливает там чертеж там тыры-пыры уже беды если нормальный человек губит давайте там себя подарю как-то блядь ну вот меня здесь такой то не так интернет развить был так все снимают 7 8 до но дом посту подарил а подпиши некоторые узнавали наш причем то что видимо тоже где-то где-то видели на кассетах нет или может быть не знаю они губы где мы тебя видели это не тот которого там на крыше угрозным тот ебать ну щелкнешься с ним фотографируешь и на диске но не на диске там на коробке на бишь там пацанам там с такого-то этого поставить на память вот какие-то приключения но я старался не давать повода хулиганам попадать сумме отдали но не расселялись кидал там чувак на подножку право сидеть запрыгнул дверь открыл мне мне предупреждали двери надо все блокировать когда там в челябинске из хулиган то были и немного брали до 500 рублей что ли тут он запрыгнул я им диск ночью он там мечетом ты платил не платил в общем всяко телябинска хуйня вот терки их не и к сушке а мне ножик он у которого там лежат так у меня иван битвич подарил командир какие-то и народского мона на всякий совместно вот так в двери торчал его я такой вот у меня что-то чем домыть имя сейчас на куски игрушку что у меня в машине сидишь я сейчас вот вытаскиваешь игре после себя в горло за хуячи ты будешь сидеть пристегнутым к сиденью а твои будут за мной кататься хуй у меня становите как-то мы с ним быстро договорились хорошего виду мне в глазах столько было доброты блять что не он понял что я точно его вот ну в горло блять потом ну так же нельзя там чем-то ночь это начал мне пиздить и государь и диск подарю и все его дарю ты на войне было куда и оптимать ну то ладно все и все как-то разошлись мы спокойно вот так вот получилось я не говорю что и там храбрец молодец вот так получилось больше в челябинск уж не этого меня тоже так научили то есть кушать надо в тех столовых где много стоят фур потому что так потому что дальнобойщик так просто еда и и смотришь вроде стоянка чистенькая кафешечка приятненько а фурне эту дать или или лазит по ночам по фуру да или пиздит с них чего-нибудь там колеса запаски снимают блять аккумуляторы или блять кафешка такая что покушать обсе есть собрать восемь раз на хуй все у меня раз такой было я расскажу в каком-то тоже да в этом мангальных историях что ли я люблю этот эксперимент там да ну как тот и блять не то что бериентов как ты еду да да с этого в екатеринбург что-то возил еду блять перед казанию кафешечка такая занимается когда была встал а там а утром часов до 5-6 утра а там значит я увидел у них этот свекла с чесноком и сметане так мне захотелось это было 5-5 на утра был дом да надо покушать и короче там картошечки заказал очень блинчиков хуинчиков поел и и вот такую тарелочку блять этот как его свекла сметана с чесночком на ебнул король отъехал я недалеко а он и пустой это летит тигром сотни вообще на нем идешь не чувствуешь там подошь прицеп то ли 6 плане то ли 7 тонн весит и 8 тонн игроку 8 машина то есть просто летит блять вот лечу блять чувствуете от меня клопанище начинает рвать блять да и еду и вот писаешь метров там 500 переди меня вижу стоит машины гаишные млять а мне уже все не сначала думал проеду там после а чувство что организм готового нихуя пора вставать я начну значит в тряков шлепках бы и чувство как лопанище вот прям вырубит на вы думали имел сейчас полно штаны навалить или вы надо я почти на ходу значит а там ручник-то га дергаешь там уже едва ручниках на машину на прицеп водка прицепный держишь сразу машина стоит или наоборот как там ну хуй себе хочу я все так она меня в юс на вы по обочине ты блять и в правую дверь не в пассажистскую дверь открывая в тапках при пицце вот так футболки в тапках зима была бы высказывает поле бы и кайга ищики вот так стоят но пока я ехал по как-то я думал что надо стать ну да них уже метров 200 там 250 я выскакиваю под телегу штаны снимаю там и вот в этот момент то есть я добираю воздуха чтобы так сказать да похвастаться свеколкой блять софи сижу под телеги подъезжает это гаишная машина сбоку вот так 2 2 там открывается на меня такой смотрим чего встал и мне такой выхлопа и газу нахуй да ну чего вообще взял снежка так сказать потёрся все хорошо бумагу я не успел схватить блять да потому что так так надо было срочно мне выйти пиздец такое облегчение было бляду я втрате нет ну ты был лицо так как на раз ночи встали то блять и воздуху побольше набрал и все пошло хорошего вот андусе пришла там ухолёса и так что вот такие дела ну и вот и в 2000 каком я 12 году в десятом году в десятом году весна это делал бросил у меня хорошего было быта на левочек у меня сзади одна комната квартира была вся в коже все в хроме я же был фред лайнер ну там за спиной вот поворачиваться там декоровать метр по в 30 полутора спалка ну все у меня было все между я участников то есть покупали то не у фирмы покупает у меня весь в хроме был вот все что бляди где красиво надо сделал там приборчики хуй очками были так как сюда было мне коврик был я там босиком же в машине только босиком окажа да жалко было продавать мальчишки у сургута на уехал у меня дома этот по моему в красноярск уехала у меня телега да то что еще телег было итальянской и забрали в москву мальчишку пилипова ушел к воду в чуть игрушече счет как собака жить в этом будки что ли учет меня никак была какая-то романтика ну вот для многих слова дальнобойщик это ассоциация она за нее будет от дорога если честно особенно куда тебе кричат давай 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 а у тебя впереди блять снегу два метра или гора блять а там тысяч минуя тысяч там 50 машин никак в городе за верить вот страну посмотреть нет как раз свою амбицию утешил то есть я захотел блестящую красивую машину помню краснодар ездил там народ то ли по продвинута ли че и шутом труба это блестящими но он весь блестящий там пришел к радиаторам ли там же там стоишь радиатор то выше меня блять это центурии там каламби у них такие же облизанные все а у меня был классик не называться этот фрот лайнер фолдэ классик вот все такое рубленое вижу вот такие окошечки вещь козырек тут был над этим хромирован над над лобовым стеклом да вот дворники вот такие были серьезно тигуре вам много сейчас вообще дальнобойщиков пишет ну да ты смотри смотри имеешь уловку в контакте до хера ну и они заезжают на человека вот он нет мимо можем за ним заезжайте вы только в центре машину оставляйте то раз по ваням с кирова пацан заезжал прямо сюда заехал хорошо лето но я сижу на чё-то когда сто бед был ли уех ну правда одиночка блять был рено то не рено этот волево волево 10-тонник вот такая будка сделала большущие эти детали для лесенок с кирова с кирова горе в лес с архангельского зел вот там где дерево перебрать а с волокна вру с волокна вот вспомнил дерево обрабатывающих производства вот прям сюда заехал где где-то там в этом в стриме как он слышал что вы вот минералку это любите там и синтуки 17 2 упаковки я привез их пить-то буду полгода до сейчас уже частых дальнобойщиков почти нету очень мало их всех выжили вот этими все транспортной компании не уже все водители уже не хозяева машина основная масса уже ну и с ними тоже разговариваю когда нахуй мне надо мне платить на 5 рублей километра доебись она все колотись ну кстати дороги не дороги сейчас лучше стали да ты чё блять да я вот уже ездил темнот в карелию съездить какой-то в сторону астрахани наверно то есть удастся нет блять не астрахань ахангельская да вот там в дороге то были были и не 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 ездил и все на на урал в сибирь я помню есть ли мы на аудио 3 спортбеке вот туда в карьере а я изучаю друга на хоронить вот я туда обратно съездил метрис по тысячи штрафа пришло ну блять как она аудио ехать блять 60 или 40 там блять ну ёбник никак не получается почему ты просто ногу положил на педальку леди блять ебать там 89 думали блять хоть хоть вылазь из-за не толкаем ли да вот поэтому да да нет и у нас вторую строится хорошо мне значит в этом году я же не знаю кто меня подписал я подписан значит на нашего губернатора и в фейсбуке и в вконтакте можете я подписался не точно не помню а он же там выкладывает вот мы открываем новый завод вот мы открываем там новый участок дороги да ну а 4 типа перед избирателями а у нас у дорог была весной пиздец вот ну вот нихуевый а пиздец вот есть хороший дорогах более-менее хуевые а у нас было пиздец вот просто пиздец чего только шестерки есть а там подвеска блять мне кажется можно блять с горы ехать сарата нихуя ничего не будет вот мне жалко было гранту я практически не ездил тут вот от симонсов до сюда ехать это нам блять ну подвиг на я начну пишу он пишет вот открыли участок дорота то в пизде рюгина блять все рады хуева я вам пишу уважаемый владимир владимирович и у нас на не владимир за приезжайте в гости к нам бутерлина уметь от симонсов значит от деревни симонсов до деревни бутерлина всего двадцать семь километров идти пожалуйста на джипе лучше на уазике потому что нихуя вот у нас нет ни доедете написал бы игре будучи два в двух командировках в чеченской республике в те времена куда еще стреляли была так сказать фугас рвали война была дороге в чеченской республике в 2001 года были намного лучше чем значит владимирской области от симонса вода и ты не поверишь это я написал где-то в мае в июле мне еду ебать и тут и венчат и дорогу хуя чуть делают съезд сделали сам 7 речь там хуй повернишь раньше вот так было вот здесь это форта ты поворачивай вот так поворачиваешь 30 метров думаю от бедные блять там на ауди на хороших машинах они они крестились что блять ничего не свалилось внутри блять съезд сделали сначала потом тут тут все более-менее в лесочке там где-то помойка ты видел там свалка то уже закрыли ночью уже не светится вот после свалки там дорога ебнется и короче новую дорогу и между доном бутыленом смотрю делать я туда раза два останавливаться мужики там готовят асфальт игру мальчишки блять президент не приезжает какой-то у президента и вы были эту дорогу то не делали как бред да 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 с нашествием а моя бред на владимир мне вот так что такие дела да вот чем разница шофер шофер это профессиональный водитель который может и ехать и отремонтировать а водители просто этот наездник наездник вот сейчас бывает там кричат в рацию я помню братцы этого или там братишки мне нет у кого-нибудь баллонника бля колесо твердую думаю нихуя ты в дальнобой поехал в новосибирь без баллонника или одан крат есть у кого блять как это блять вот я ездил в дальнобой у меня была банка трехлитровая с гайками банка трехлитровая с болтами блять нам в ящике таком 2 нан крата 10 тоника нихуя себе блять груженый таблет больше 40 тонн фурта висит 2 тонн крата обязательно трос вот обязательно обязательно трещотки закреплять грустно блять вот сигареты возят там по 100 миллионов лет в будке то но им стоит не 100 по 50 миллионов там сигаретки же стоит хуй знает сколько денег то там же с охранниками раза четыре на сигареты возил в этот в перми и по-моему в Екатеринбурге возил ты там те охранника дают а ему-то похуй он ты должен теоретически когда ты спишь он должен ходить вокруг машина уже быть также вместе с собой спит на вы устанавливать гаишники навряд до чего-то он начинает там старший спектр работ а ты документ знаешь здравия желаю блять и вот ты сможешь мне в глазах так он думал блять или или бывший мент или или вояка бывшие или ну или существующий идут или вояка элементы у нас просто вы из бывших так что разве бывшие бывают и все ближе я же могу ли очень серьезно говорит дать 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 я будет очень шучу то то не даже верит хотя она не знает уже 33 года и вот все это подходишь желаю и ты понимаешь и он понимает что нихуя день я чет нарушил вот так проверка документов проверять вы не тот виноград какой цель интересует ну и дядь вова вышли альбова нет наклеечки да есть наклеечки и все ну по людске а раз вот нет товарищу один молоденький какой-то визняковскими тыкать начал только ты что люблю там ездил на войну то я врачу дубляка что ты ты мне в три раза младше блять но не в 3 в 2 и так вот у меня в два раза младше во первых а во вторых последние друзья что мне тыкал там а чё такого да блять я буду все понятно игры да я поехал приезжай но из души и цари пока не работать с палкой ходит по дороге не царей блять мы это прощаемся с вами да поэтому дорогие телезрители